В четверг поздно вечером пришло еще одно печальное известие. Трагический декабрь 2021 года набирает обороты с огромной скоростью. 14 января художественный руководитель детского юмористического журнала Яролаш Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила в четверг вечером его жена Екатерина Белоцерковская. Режиссер 28 декабря сообщал агентству о своей госпитализации. До этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого экстренно перевели в реанимацию. Тем не менее, врачам не удалось спасти режиссера. Киножурнал Яролаш, бессменным ведущим которого был Борис Грачевский, был настолько популярен, что в нем снимался даже сын Дмитрия Медведева. Борис Грачевский пополнил печальный список актеров, ушедших в январе 2021 года, который стал настоящим звездопадом для российского кинематографа. Ранее не стало Владимира Коренева, Валерия Симоновского, Максима Братмакина, Валерия Хлевинского, Дмитрия Гусева, Дениса Карасева. Андрей Малахов, ведущий программы «Прямой эфир», готовит программу, посвященную этому великому человеку. Наш канал приносит свои соболезнования родственникам и близким режиссера.